Пятая часть статьи Ростислава Ищенко, президента Центра системного анализа и прогнозирования специально для Альтернатива.орг за 29 мая 2020 года. Ваши никогда не придут. Всегда приходят только наши. Я не знаю, кто и в каком порядке придет на Украину. Я очень сильно сомневаюсь, что в несчастной стране найдется хоть одна собственная политическая сила, способная хотя бы в первом приближении сделать для нее то, что сделал Путин для России. Но я точно знаю, что пока насилие не сменится поиском компромисса, кровавая тележка гражданской войны будет только набирать скорость, пока не передавит всех, ибо насилие порождает ответное насилие. Конечно, убийцы и бандиты должны быть наказаны, но ни миллионы, ни сотни, ни десятки тысяч. Сотни, максимум пара тысяч главарей из-за водил процесса, иначе стабилизации не дождешься. А новые поколения из обиженных семей будут лишь ждать своего часа для мести. Поэтому ваши не придут. Ваши никогда не приходят. Они либо не доходят, захлебнувшись в крови еще на дальних подступах, либо вы их не узнаете, принимая за чужих, ибо они также несут смерть и разрушение. Когда-нибудь откуда-то придут наши. Те наши, которых в Германии и Австрии помнят и чтят, в отличие от Польши и Чехии. Потому что поляки и чехи считали себя недооцененными борцами, и любая помощь им казалась недостаточной. В то время как немцы в Австрии и Германии ждали страшной мести, а увидели полевые кухни на улицах своих городов, развернутые, чтобы кормить вчерашних врагов. Такую память трудно истребить любой пропагандой. И лучше всего будет, если наши найдутся среди вас. Потому что компромисс, принудительно навязанный из войне, воспринимается обеими сторонами конфликта, как украденная победа, вызывая рано или поздно ненависть к тому, кто заставил этот компромисс принять. Навязанные решения, даже очень хорошие, никогда не бывают устойчивыми. Ведь навязать что-либо, даже компромисс, можно только силой. А насилие порождает только ответное насилие, даже если это насилие отложено до лучших времен. Просто поговорите друг с другом о том, как вам жить на своей земле, не убивая друг друга. И так уже полстраны куда-то пропало. Так что вечно этот праздник насилия продолжаться не может. И как только вы договоритесь между собой, тыква превратится в карету, крыса в кучера, мыши в шестерку лошадей, весь мир изменится, превратившись из враждебного в добрый и заботливый. А наши тут же появятся, поскольку вы сами станете нашими для себя самих. Современную войну, тем более войну гражданскую, можно выиграть только в головах. Причем каждый должен ее выигрывать в своей голове. Война на Украине началась потому, что националисты не были готовы к компромиссу. Наверное, можно перебить всех националистов, по крайней мере всех радикальных, но война на этом не закончится. Просто победители будут воевать за светлое будущее друг с другом, до тех пор, пока последний ваш не станет нашим. Это была заключительная пятая часть статьи Ростислава Ищенко, президента Центра системного анализа и прогнозирования, специально для Альтернатива.орг. Ваши никогда не придут. Всегда приходят только наши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова